Черногорск подключили к отоплению от Абаканской ТЭЦ. Для этого построена мощная тепломагистраль и проведена модернизация городских сетей. Стоимость проекта 2,5 миллиарда рублей. Он реализован благодаря совместным усилиям компании СГК и СОЭК при поддержке федеральных властей. Торжественный старт дал сегодня министр энергетики России Николай Шульгинов. Теплосель на город Черногорск. Отключение готово. Масштабный для России, грандиозный для Хакасии подключение Черногорско-Кабаканской ТЭЦ одновременно решает ряд важных задач. Снижает нагрузку на экологию и дает возможность развития второму по величине городу Хакасии. Самое главное, что мы улучшаем качество жизни людей, повышая надежность теплоснабжения. Вторая причина, что мы даем возможность развития города, строительства жилья с обеспечением будущим теплоснабжения. Работа выполняется масштабно и она стоит у того. Чтобы подключить Черногорск-Кабаканское ТЭЦ, специалисты СГК построили новую тепломагистраль протяженностью 12 километров. В самом городе угольщиков пришлось заменить почти 20 километров ветхих труб. Общая стоимость проекта 2,5 миллиарда рублей. Работы выполнены за год. Сроки рекордные. Абаканское ТЭЦ к новым нагрузкам готово. Можно такой же город подключить, как Черногорск и Белослежащие поселки. Сможете, хватает минимум на 10 ТЭЦ. Плюс СОЭК-Колоди закрываем 7 угольных котельных. Одна котельная, только при горке, изолированный район города мы не закрываем. Мы ставим новую блошную воду в котельную. Сегодня ТЭЦ работает на топливе компании СОЭК. Это каменный уголь самого высокого качества. Перед пуском тепломагистрали министр энергетики России ознакомился с работой разреза Черногорский СОЭК-Хакасия. Для угольщиков и для энергетиков республики в целом подключение Черногорска к централизованному теплоснабжению – большой шаг вперед. Мощность ТЭЦ увеличивается, но при этом почти не растет потребление топлива. Раньше динамика звучала так, что от ТЭЦ откусывались куски, где-то возникали котельные, а потом эти котельные приходили в плачевное состояние. Мы развернули этот тренд. Я считаю, это знаковый проект для всей страны. Новая схема теплоснабжения позволит избежать перебоев при отоплении второго по величине города Хакасии. Сильных морозов в Черногорске всегда ждали с опаской. В феврале 2019-го город едва не замерз. Тепла в домах не было почти двое суток. Теперь проблема решена кардинально. Обслуживание Черногорска взяла на себя компания СГК. Та степень заэксплуатированности, до которой довела предыдущая ресурсоснабжающая компания, не модернизируя сети, не вкладывая в ремонт, она, конечно, требовала уже кардинальных решений. Подключение Черногорска-Кабаканская ТЭЦ решает и экологические проблемы. Закрытие старых котельных ведет к снижению выбросов. Как минимум на 5 тонн в год. А значит, воздух Хакаско-Минусинской котловины должен стать чище. Угольная генерация приводит к снижению выбросов СО2. То есть мы можем, не отказываясь, как страна, не отказываясь от своей базовой концепции в энергетике, это, безусловно, комбинированная выработка электроэнергии и тепла, мы можем ее дальше развивать. Масштабный проект открывает новые перспективы для многоэтажной застройки Черногорска, а также его промышленного развития. Второе дыхание получат поселки Опытное Зеленый Рассвет. Мощности Абаканской ТЭЦ и запасов угля компании СОЭК хватит, чтобы отопить десятки тысяч жителей республики. Петр Пермяков, Сергей Казмин, Вести Хакасия.